контрольную я пока не проверить не проверил не волнуйтесь и постараюсь течение двух недель проверить и вы оценки в lms вы увидите мы с вами прошлый раз остановились на философии стойков а именно на их этики стойки исходили из того что единственное подлинное благо это добродетель или то что полезно для высших целей жизни то есть благо это не вещи и события это относится к области безразличного с точки зрения стойков то есть они могут быть полезными и вредными в зависимости от обстоятельств а единственное настоящее благо это добродетель а настоящее зло это порог нравственный порог добродетель стойки понимали как совершенную степень правильно действующего разума то есть добродетели это наиболее разумный тот кто действует наиболее разумно и в соответственно лучше всего проявляет себя мировой разум божественным стойки классифицировали основные добродетели и к ним они относили рассудительность мужество умеренность и справедливость параллельно мы выпишем пороки которые вот противоположны этим добродетелям а именно это страстное желание которые приводят к необузданности когда человек не умеет управлять своими желаниями и живет по принципу все что он желает нужно осуществлять и результате он становится таким неупорядоченным и сам же от этого страдает и вот на первой стадии с точки зрения стойков нужно бороться с вот этим вырабатывая себя вот эту добродетель умеренности обратите внимание здесь мы тоже опять встречаем вот этот античный принцип меры да человек должен находить меру своей жизни правильную меру для всего для еды для поступков для общения с другими людьми для радости для удовольствий и так далее чтобы вот если что-то эту меру нарушает как вот такие желания то с ними нужно бороться и и второе качество которое вот требует тоже работы это трусость аффект страха делает человека трусливым он боится браться за какие-то серьезные дела до боится каких-то неприятностей и так далее и вот вот первое добродетели которые нужно вырабатывать себе это умеренности мужества и уже эти добродетели предполагают в качестве важного основания для себя правильное представление добре и зле вот обратите внимание как это видите отличается принципиально от софистической точки зрения которая исходила из того что у человека каждого собственное представление добре и зле и это естественно как бы нет каких-то объективных добра и зла что все представления добре и зле они субъективны и поэтому равноправны вот стойки принципиально с этим не согласны они считают что человек вдается вот эти пороки именно потому что он не знает вернее не имеет правильных представления добре и зле разумных соответствующих вот этому мировому разуму например он не понимает да он думает раз есть какое-то страстное желание которое обещает ему какие-то удовольствия он в этом видит благо в том что он получит эти удовольствия и вот из-за того что у него неправильное представление добре и зле он не препятствует развитию себе вот этого и в результате он ошибается поэтому вот стойки придавали вот этому важное значение в этике формирование это как бы задача воспитания формирование правильных представлений о добре и зле которые помогут чего они будут некими ориентирами для человека и вот особенно они проявляются вот в этой добродетели который противоположно невежество неразумие когда у человека вот это развивается формируется вот эти добродетели тогда он становится способным осуществлять четвертую добродетель справедливости которая выводит его уже на общественный уровень да этику стойков мы заканчиваем мы ее не закончили на прошлом занятии вот сейчас мы ее заканчиваем добродетель справедливости это добродетель которая является основой общественной уже жизни человека у платона были об этом рассуждении стойки в принципе они это поддерживают справедливость это когда каждому воздается в соответствии с его заслугами в соответствии с его состоянием и вот это добродетель она выводит человека с точки зрения стойков за пределы эгоистического стремления к самосохранению для стойков вот это стремление к самосохранению это есть в природе человека но это как бы начальный этап при развитии разума человек должен вырасти до более высокого уровня когда он уже должен выйти за пределы своего эгоизма потому что эгоизм он сам по себе это еще не совершенство эгоизм он еще оставляет человека на уровне так скажем животной неразумной природы а разумная природа она уже стремится к благу не только вот для своих каких-то состояний а благу для общества для мира всеобщему благу потому что логос разум вот этот божественный он всеобщий и как вот с точки зрения стойков божество заботиться о всем мироздании так человек наиболее разумный и в этом проявляется его разумность он начинает заботиться не только о себе а в начале о своей семье и в этом смысле взрослый отличается от ребенка а затем более разумный ему уже вверяется забота о большем количестве людей когда он уже заботится о какой-то части общества или об обществе в целом в той или иной мере и отсюда у стойков формируется этика гражданского долга то есть человек он разумный человек он призван жить не только жизнь для себя жить он должен жить и для общества и собственно у мудреца личные интересы и общественные они совпадают потому что для него общественное благо становится целью и личной он в этом видит и личную цель своей жизни и отсюда кстати говоря не случайно именно в римской империи да вот историческая этика она приобрела какой-то части общества популярность потому что действительно римляне они считали что вот если как бы в их так скажем цивилизации нет хороших математиков или философов это у греков есть то вот в чем они способны талантливы это в построении социальной жизни в обустройстве государства и поэтому римлянам очень импонировала вот такая этика которая призывала гражданской общественной служению человека и в этом смысле не только как бы мотивации будут просто человек для себя хочет сделать карьеру да вот там нет а именно воспринимал свою жизнь как некое служение обществу обществу и вот этика стойков она к этому располагала в эпоху уже римского стоицизма мы встречаем примеры так скажем практической этики когда человек как бы из опыта своей жизни дает некоторые советы и уроки как например эпиктет представитель уже римского стоицизма вот как пример можно привести его такие вот высказывания он отмечает что что когда ты в состоянии раздражения находишься но зло еще есть второе второе зло заключается в том что ты усиливаешь привычку гневу то есть второй раз при такой же ситуации тебе труднее будет справиться с гневом потому что у тебя уже будет вырабатываться привычка всякий раз давать волю своему гневу давать волю своему раздражению а задача разумного человека как раз управлять собой и не давать воли своему раздражению даже когда она у тебя возникает и как раз думая о том что если сейчас ты это не будешь останавливать то потом тебе будет это сделать намного труднее и так и со всеми другими способностями души наши душевные недуги наши злые мысли от этого и усиливаются как есть болезни у тела там лихорадка так есть болезни души и как после болезни телесной остаются раны или последствия так и болезни души они имеют свои последствия как если ударить ногу по больному месту то там будет больнее чувствоваться да потому что там старая рана так и душа имеет свои раны да и вот если как бы у нее это ее слабые места кто-то раздражителен кто-то хвостлив кто-то похотлив кто-то еще имеет какие-то с точки зрения пиктета вот такие душевные болезни и вот если он с ними не борется то и даже когда он с ними борется надо помнить что это ему как бы слабые места которые легко могут вот опять себя проявить и он предлагает наблюдать за собой например посчитать вот в какие дни ты сердился как часто ты сердишься а как тем когда как часто тебе удается справляться своим гневом понаблюдать за собой и он советует что помогает это уже из своего опыта да он советует например когда у тебя разгорается гнев то удобнее всего гасить это гнет самом начале самом начале не ему развиться а как он развивается мысли мысли помогают развиться состоянии раздражения из какие-то мысли они усиливают гнев и эпиктета уже советует следить за своими мыслями прежде чем поддаваться какой-то мысли исследовать этой мысли нужно ее рассмотреть насколько она полезна для твоей души вот обратите внимание здесь вот эпиктета уже поднимает тему уже внутренней работы человека да вот на тем что с ним происходит и помогает общество добродетельных то есть вот подобное стремится к подобному да такая античная мысль то есть человек который ставит перед собой цель достичь добродетельной жизни он старается и в качестве друзей и знакомых избирать таких людей которые имеют сходный образ мысли с ней потому что тогда они друг другу помогают другие люди понимают чего хочет этот человек да и они сами к этому стремятся и вот общество подобных себе она помогает человеку вот справляться с вот этими душевными недугами и читать как он отмечает получение мудрых людей живших прежде тебя потому что вот до проблемы с которыми сталкиваешься ты с этими проблемами сталкивались и люди до тебя которые жили раньше их опыт который в том числе зафиксирован в их сочинениях он может тебе помочь вот их мысли которые помогли им они могут помочь и тебе то есть видит такое это избирание в чтении то чтение должно быть полезным не просто развлечением а полезным другой пример это вот приводимый эпикте там как бывает вот он приводит пример человека который играет на музыкальном инструменте и видно что он находится состоянии очень большого беспокойства а с чем это связано и эпикте конечно же объясняет он страдает от того что он хочет чего-то такого что не находится в его власти вот стойки отмечали проблема бывает человека как в чем заключается что человек хочет чтобы все было как он хочет а часто в реальности бывает не так как он хочет и стойки призвали нужно стремиться хотеть как будет они так как ты хочешь потому что часто как ты хочешь ты стремишься к тому что не находится в твоей власти и что имеет ввиду в случае с этим музыкантом эпикте он хорошо играет это в его власти играть хорошо или плохо это во многом зависит от него самого но он хочет чего-то больше чего он хочет он хочет похвалы от слушателей а вот это уже не в его власти то есть как воспримут слушатели его игру это он не может на это повлиять и он от этого очень переживает потому что он хотел бы чтобы катего похвалили и он страдает от того что вот боится вот вам пример страха да он боится что у него не получится что в результате вот то чего он хочет не будет его не похвалят но там что как бы плохо он сыграет и вот он волнуется и понапрасну говорит эпикте то он мучает себя понапрасну потому что он считает полезнее человеку думать о том чтобы ты хорошо сыграл не ради похвалы а просто хорошо хорошо сделал свое дело это во многом зависит от тебя не во всем но во многом а похвала это вот это вот вот этот аффект уже просто вот удовольствие получить это похвалы если хорошо сделал ну и хорошо сделал а человек хочет вот этой похвалы получить не удовольствие и он страдает потому что он не знает как пишет эпикте дешевизну и гнилость похвал людских людская похвала вещь непостоянная если чек начнет ради нее что-то делать это ошибочная цель потому что надо делать не ради нее как бы надо делать ради дела если так сказать да они ради того вот кто зрителя там который это восприним потому что это все очень ненадежно говорит эпикте тем более что всем не угодишь люди они переменчивы и так далее и вот человек который это делать свою цель успех у людей да это делать свою цель он становится рабом этой цели и он очень много страдает и создает попусту потому что часто бывает все равно так или иначе да вот он зависит от этой похвалы если не получает вот он впадает в такое страшное состояние уныние и печали вот как некоторые примеры того как бы вот что собой представляла учение стойков мы теперь с вами переходим к новой большой теме это средневековая философия отмечу что период средневековья он хронологически не определяется какими-то четкими временными рамками поскольку средневековье от античности отличается прежде всего типом мировоззрения и в течение нескольких столетий люди античного и средневекового мировоззрения они жили рядом друг с другом поэтому например начиная где-то там вот с третьего по шестой век это что если вы откроете там историю античной философии вы найдете философов античных которые жили в пятом и в шестом веке а с другой стороны вы и в средневековые философы уже жили в это время они соседствовали поэтому вот когда речь идет о стиньковой философии то не так что вот да вот вот с какого-то года начинается новая эпоха и новая философия нет а здесь границы проходят по мировоззрению чем же она заключается но если выразить это в двух словах то вот есть такие были предложены в свое время слова которые характеризуют различные эпохи с точки зрения мировоззрения так вот античное мировоззрение можно назвать космоцентризм а средневековая теоцентризм от пиос пиос это бог чтобы лучше понять как бы специфику средневековой философии в целом и средневекового типа мировоззрения мы начнем с антологии помните да антология она дает учение о реальности и помните на первом занятии когда речь шла об антологии говорилось о том что в антологии есть такое важное понятие абсолют абсолют переводе с латыни от всего оторваны то есть то что ни от чего другого не зависит ни от чего не зависит все остальное от него зависит она не зависит ни от чего вот это абсолютное начало и вот если сравнить античный тип мировоззрения в целом при всем разнообразии философских школ в античности и и средневековой то как раз вот отличие будет в антологии связано с тем как понимается абсолютное начало фактически для античного мировоззрения таковым абсолютным началом является космос если брать там скажем народное создание сознание до представления о богах были были конечно античность не было атеистичной были некоторые как бы атеисты но это были скорее исключением но античные боги они как бы встроены в космос они не имеют полной власти над космосом и не случайно для античного мировоззрения характерен фатализм в той или иной степени он характерен кстати вот мы сейчас говорили о стойках яркий пример стойки ведь фаталисты это конечно не такой фатализм вот у них же божество разумно поэтому она действует как бы ради благих целей но все таки да вот предопределенность определенной нет какой-то свободы здесь нет и греческие боги они не властны над роком драматурги греческие очень любили эту тему обыгрывать да что вот есть рок и герой он вынужден следовать этому року несмотря ни на что и это состоит трагедию потому что бывает чек и неплохой до трагедии как раз когда плохой страдает как бы тут трагедии с точки зрения греков античных особой нету а вот когда страдает хороший положительный герой и страдает именно в силу в того что он не может вот это никак изменить никак не может ничего здесь не может вот эта трагедия трагедия показывает вот столкновение человека с вот этим когда вот это никак нельзя преодолеть это именно представляет трагедии и боги ничего не могут сделать гречески а вот средневековое мировоззрение она понимает бога иначе ну если сравнивать как бы внешне то здесь политеизм обычно вот такое простое есть различие да а здесь монотеизм но дело не только в том что здесь признается множество богов а здесь монос на 1 есть средневековое мировоззрение исходит из веры в единственного бога что бог он один единственный средневековое мировоззрение иначе понимает отношение бога и мира бог творец мира отсюда есть такой термин креационизм креация у креативный сейчас это такое модное слово слово да творческий но бурсвально креация это по гречески по сети по латыни это творчество по гречески там как раз будет пояс из поэт это творец переводе с греческого пояс из это по гречески а по латыни креацию да но уже закрепился именно этот латинский термин креационизм а именно бог творец мира мира а здесь обратите внимание нет понятия творения в античное мировоззрение нет понятия творения когда речь идет о мире как соотносится вот политизм мир боги не творят мир они просто в нем находятся в этом смысле космоцентризм да они в нем находятся в некоторых учениях что мы встречаем здесь либо политеизм либо пантеизм как у стойков пантеизм все есть бог мир и бог они сливаются в что-то одно как бы получается что божественный разум это душа мира это часть мира который управляет другими его частями либо как у аристотеля дуализм бог отделяется от мира у аристотеля если хотите можно здесь даже как бы чтобы потом ориентироваться да здесь аристотель ну по большому счету и платон сюда тоже попадает в дуалисты что дуализм два начала божество самостоятельно у аристотеля до божественный разум он не зависит ни от кого но у аристотеля божественный разум не творит мир мир сосуществует с богом и поэтому в каких-то своих глубинах мир от бога не зависит тем более у платона та же схема божество самостоятельно да но материя она от бога не зависит у платона божество строит мир как бы конструирует его но идеи существует независимо от божества у платона мир идей а материя тоже существует независимо и поэтому когда бог творит космос у платона он как бы не столько творец сколько именно демиурка слова демиурк платоновская означает мастер он собирает мир но материю он ее не создает и отсюда у платона дуализм и в чем проявляется да она не подвластна материя в своих глубинах божеству и поэтому у бога в его мире божественном у него самого там все совершенно прекрасно и хорошо а вот в нашем мире который является в каком-то смысле компромиссом между материи и божественной реальностью ну насколько как но в целом для платоника этот мир лучше отсюда уходить к богу потому что материальный мир здесь всегда будет все несовершенно пленно изменчиво соберешь на основе идеи какую-то вещь она развалится все равно потому что она материальная вот потому что материя она всегда останется материей вот дуализм это античное представление средневековья совершенно иначе понимает отношение бога и мира бог творец мира это значит что мир полностью материальный мир полностью творится богом из ничего этим подчеркивается что нет какой-то реальности которая бы не зависела от бога не им было создано раз им все создано все зависит от него бог в этом смысле имеет абсолютную власть над миром над всем над материей кстати обратите внимание здесь уже было заложено и то что раз бог творит материальный мир полностью это творение то материальный мир он полностью подчиняется каким-то разумным законам то есть у меня нет ничего а логичного если у платоника математика хорошо работает в божественной реальности а материальные объекты когда они имеют математические формы это всегда какое-то приближение это здесь вот как бы компромисс то уже вот синякова мировоззрение она прокладывает в этом смысле дорогу по следующему новому времени который будет исходить из того что мир познаваем очень хорошо потому что в нем работает все все подчинено математике математическим закономерностям потому что он устроен разумным он создан разумным богом обратите внимание что важно для нас с ременьковыми мировоззрение бог понимается как творец который не зависит от мира никак мало того средневековые авторы подчеркивают что бог не должен был творить мир он не связан никакой необходимостью творить мир то есть мир возникает не в силу какой-то необходимости а бог так захотел это его добрая воля и вот здесь мы находим момент которым синякове мировоззрение отличается в понимании бога существенно от античного бог свободен античность не знает даже такой свободы то есть он свободен в том смысле что нет какого-то закона который бы определял для него который бы выше его был и в этом смысле бог он является личностью так например лосев наш известный античный историк античной философии вот когда он сравнивает античную философию средневековый он как раз вот этот понятие используют чтобы показать отличие да личность что называют личностью это разумное существо обладающие свободой выбора и здесь вот связи с таким пониманием да и вот здесь можно если использовать философские термины можно говорить есть антологическая грань между богом и творением бог вечный он один вечный мир с точки зрения кове имеет начало он не вечный как у аристотеля вечный только бог бог ничем не ограничен и вот фактически уже в средневековье бог понимается как бесконечный понятие которое в античности мы но это на пятом курсе когда будем обсуждать как вот античная математика и античная философия как она с этим понятием работала там много и как бы интересных таких деталей потому что фактически там было под был запрет на работу с бесконечностью а целиковина так и понимается и вот исходя из этого обратите внимание еще одно важное особенности некого мировоззрения которое получило название ревеляция ревеляционизм что это такое понятие откровения что о чем идет речь поскольку бог он совершенно не зависит от мира то отсюда следует что естественным путем мы не можем познать бога как мы познаем мир в котором мы находимся творца мы не можем мы можем познавать мир естественным путем но творца мира естественным путем мы познать не можем потому что между ним и миром нет какой-то необходимой связи которые с необходимостью от одного приводит другому стрельников авторы подчеркивали что бог обладает бесконечной силой он могут тысячи таких миров создать для него это не трудно он бесконечный и бесконечно совершенный и поэтому свинников я подчеркиваю мы естественным путем можем только прийти к мысли о том что бог есть да это мы можем понять мы будем говорить какие были как бы виды рассуждений которые с точки зрения северников и они могут привести человека к пониманию того что у этого мира есть творец но какой этот творец какова так скажем его внутренняя жизнь изучая мир мы никогда это открыть для себя не сможем а как мы это можем узнать с точки зрения северников и бог не только творец мира он открывает человеку о себе какие-то тайны вот как личность бесконечное совершенное он открывает о себе нечто человеку и вот в человеческой истории бог открывается человеку в разных обстоятельствах и это откровение бога человеку фиксируется в священных текстах в религиозной традиции это откровение фиксируется и отсюда человек может узнать нечто о боге больше чем может мы просто сказать существование мира и изучение мира и обратите внимание тоже здесь сразу отмечен нужно этот момент для средневековья вот это важнее чем изучение мира потому что интереснее общаться с тем кто сотворил этот мир он совершение мира мир это как бы до ну сейчас мы будем говорить отношения мира это как дом для семья кофе а семья кофе интересно общаться с творцом этого дома и вот здесь сейчас у нас звонок но мы с вами как обычно если вы не возражаете как бы перерыв не делаем но раньше постараемся закончить я даже попрошу кого-нибудь мне в 15 15 напомнить да чтобы потому что у меня там по времени тоже я связан чтобы я как бы вовремя остановился да и вот чтобы лучше понять отличие свинниковья и античности нам тут поможет и такой раздел как антропология философской антропологии античности суринниковья и античность отличаются в понимании человека в античности человек это часть космоса не самая высшая если так вот говорить то ну примерно посередине где-то в иерархии существ которые как бы с точки зрения античности заселяют этот мир существует в этом мире человек занимает где-то такой вот место он конечно выше животных но он не самая высокая вот характерно что пишется цирон о природе богов работе ведь если богов нет то что может быть во вселенной лучше человека ибо только в нем одном есть разум превосходнее которого ничто не может быть но обратить внимание дальше как он продолжает но было бы безумным высокомерием со стороны человека считать что лучше его во всем мире ничего и никого нет лучше есть бог но в античном мировоззрении так было например что как быть высший бог он соседствовал с какими-то более низшими богами или существами полу богами и так далее это первый момент да а вот что мы встречаем в средневековье средневековом мировоззрении средневековом мировоззрении а когда речь идет о творении мира имеет место учение о том что бог вначале творит разумные существа которые называются ангелами они обладают разумом более сильным чем у человека в этом смысле они ближе к богу но после они невидимы для чувственных наших восприятий но затем бог творит видимый мир и вот человек в этом видимом мире является ключевая ключевой фигурой потому что он находится как бы на границе двух миров мира невидимого которому принадлежат и ангелы и видимого он имеет бессмертную разумную душу и тело тело по телу он принадлежит видимому миру а по душе он принадлежит миру невидимому и человек с точки зрения семьяковья он в отличие например от животных растений имеет образ бога в себе что значит образ бога то есть он в себе содержит какие-то черты которые свойственны именно божеству творцу мира и обладая образом бога он сразу онтологически стоит совсем на другой ступени чем все другие живые существа его окружающие в чем этот образ проявляется в разумности и вот еще важная черта самовластие вы наверное слышали может быть там какие вот это все как бы вот отголоски человек царь природы да вот царь почему царь а действительно вот еще сильникове у человека царское достоинство у каждого человека потому что каждый человек является носителем образа божия бог является царем правителем всего всей реальности а человек содержит в себе образ бога поэтому у него царское достоинство и это проявляется в его самовласти что значит самовластие в отличие от всего другого для чего бог положил некий закон и оно существует человек имеет власть слушаться бога или не слушаться он имеет власть выбирать он может поступить так иначе у него есть свобода выбора с точки зрения средневековья но здесь и античность отчасти это я говорил свобода выбора она тесно связана с разумностью именно разумное существо обладает свободой выбора а в чем эта свобода проявляется способности выбрать лучшее не просто это как бы степени свободы да не об этом идет речь а в способности выбрать лучшее а лучшее это бог то есть способности обращаться к богу и поскольку все в мире сотворено богом с точки зрения средневековья человек он создается богом с какой целью ведь бог просто так ничего не делает раз он разумен бог творит человека с точки зрения средневековья для чего это может показаться как бы таким странным но средневековые авторы это пишут бог творит человека чтобы человек стал богом с маленькой буквы только подобным богу то есть вот у ряда средневековых авторов не у всех правда но у многих отличается образ и подобие образ то что 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 заложено изначально в человека богом да и вот образ бога входит самовласти разумности конечно же бессмертие души как бог мечный так душа каждого человека она уже навсегда она никогда не перестанет существовать никогда с точки зрения средневековья то есть душа каждого человека уже будет всегда и подобие это цель стать подобным богу человек создан чтобы он познавал бога становился ему подобным как бог совершенен так в человеке заложено стремление к совершенству во всем в уме в нравственности в жизни и как бог благо в человеке заложено стремление к блаженству но только к блаженству такому которое будет заключаться в познании бога и в общении с богом вот как бы для чего с точки зрения с и и его последующая жизнь он создан для того чтобы жить всегда 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 вот какова цель но средневековья да чем это обратите внимание сразу вот важное отличие от античности а а учение бессмертия души есть и у платона но у платона получается что тело человека оно нечто не важное для человека наоборот мешающие по большому человеку человеку прийти к божественной реальности и даже в потонских текстах там можно тело материальное это зло связь души с телом по большому счету в платонизме это источник зла потому что тело связывает тело человека приводит к зависимости от каких-то телесных желаний душу у человека и душа от этого страдает и собственно не случайно в платонизме душа она должна порвать не путем самоубийства платон считал что это как бы ничего не изменит потому что опять то же самое будет а как бы выйти из этой связи с телом и там уже будет божественная реальность чем отличается здесь средневековье нет говорит она тело тоже сотворено богом поэтому полноценный человек это не просто одна душа и поэтому в понимании человека для средневековья характерно учение о воскресении тел которое кстати античности казалось странным то что тела будут воскресены богом и душа потом соединиться опять каждая со своим телом уже навсегда и еще обратите внимание конечно это тоже момент который следует отметить вот с точки зрения средневековья в этом смысле все равны перед богом потому что у каждого образ божий то есть средневековье мировоззрение оно в этом смысле стирало какую-то антологическую грань между разными типами людей потому что для античности это все-таки было характерно вот аристотель например считал что есть люди которые рабы по природе не в смысле что он там за долги стал рабом или пленник стал рабом а он по природе такой что ему вот как бы ничего лучшего для него и не может быть в этом смысле средневековье она уже как бы в этом смысле установлен некое равенство людей перед богом потому что рекомен постоянно подчеркиваю что здесь ты можешь быть царем богачом еще кем-то но перед богом когда ты будешь отвечать все будут равны и каждый будет отвечать за свою жизнь здесь мы как раз переходим к еще одному как бы аспекту серняковой антропологии в чем он заключалась учение о падении человека вот первые люди они отпали от бога и исказилось их внутреннее состояние их душа уже перестала стремиться к богу она в себе уже не отражала бога как в зеркале солнце да и следствием этого искажения стало то что низшие части души они стали управлять высшими например какие-то телесные желания они порабощают высшие части души и человек стал как расстроенный музыкальный инструмент так его сравнивали и отсюда и бедствие жизни человека но бог допускает смерть тела это было чтобы самого недуга не сделать бессмертным то есть после того как человек отпал от бога проблема стала в том что бессмертная душа стала искаженной в человеке и бог допускает телесную смерть чтобы вот эта болезнь души не стала бесконечной для человека если бы он никогда не умирал и жизнь человека после падения первых людей она стала делиться на две стадии первая стадия это временная жизнь от рождения до телесной смерти а вторая стадия ну на самом деле может быть их три но в принципе можно и свести эти стадии к двум то есть вторая стадия если условно это вот смерть до воскресения тел а вот третья стадия она уже не будет иметь никогда завершения она никогда не закончится по воскресению но по большому счету как бы вот важны вот это и вот это здесь уже человека практически мало что зависит и средневековье уже очень серьезно относится к временной жизни в каком смысле временная жизнь это средство для того чтобы обрести вот эту жизнь с богом то есть это некая школа которая человеку дается время земной жизни для того чтобы он познал бога для того чтобы он исправил подготовил себя и для того чтобы он принес добрые плоды вот в этом смысле средневековье разделяет например этику античную что нужно жить чтобы приобрести добродетели это настоящее богатство человека потому что это богатство души которая душа никогда не потеряет как говорит один из средневековых авторов иоанн златоуст хризастом бог как бы говорит так человеку я дал тебе прекрасное тело твоя задача сделать нечто большее сделай прекрасной свою душу вот задача человека и важным моментом вот здесь и здесь да является суд понятие суда и в античности кстати было такое представление о суде что человек как бы за свою жизнь отвечает но средневековье это намного как бы так радикальнее и острее что такое суд это именно состояние на котором бог который знает а с точки зрения средневековья бог он знает все о человеке о каждом он не просто знает творец этого мира он знает все об этом мире он знает все досконально и он знает жизнь каждого человека и она после смерти человек как бы проходит вот здесь такую стадию суда где он отвечает за свою жизнь за свои слова за свои поступки как бы они оценивается богом и по результатам этой жизни с какими он результатами сюда пришел определяется его временное существование но затем будет вот такой всеобщий суд при воскресении и вот здесь уже окончательно как у божественного откровения есть такая образ когда засевается поле и на поле вырастает пшеница а затем слуги говорят господину вот здесь стали вырастать сорняки и они предлагают вырвать эти сорняки но он говорит не надо подождем до жатвы когда будет жатва тогда мы отделим одних от других и когда у нее спросили о чем идет речь он объяснил да поле это мир и люди в этом мире грубо говоря да люди которые одни живут вместе с другими но одни становятся пшеницей в этой мире постепенно созревают для вот этой жизни а другие превращаются в сорняки это зависит от человека Бог не разделяет тех и других потому что он дает возможность всем даже тем кто вот становится сорняком вернуться на другой путь исправиться да это дается время разобраться и исправиться а уже потом он разделит тех и других и подобные будут с подобными себе то есть людям все разделятся вот на этом суде люди разделятся вот такое да фактически мы с вами как бы так плавно от антропологии перешли к эсхатологии тоже обратите внимание это особенность треникового мировоззрения эсхатология эсхатос это последний вот если в античной философии истории история понимается как круг ну по аналогии там зима весна лето осень все повторяется в античности вообще там идея прогресса было конечно же чужда они наоборот считали что древнее то как бы помните мы об этом говорили или а мы не говорили да как раз вот почему римская власть например она когда вот христианство например зародилось почему гонения были да потому что это что-то это что-то новое а они уважали только то что иметь давнюю историю древность вот а средневековье воспринимает историю как мы бы сказали вектор она имеет направленность и она имеет начало и она будет иметь человеческая история временная человеческая история будет иметь завершение для всего человечества Так называемые последние времена, когда сложится такая ситуация, когда силы всей цивилизации будут построены так, чтобы людей отделить от Бога на какое-то время. Это будет такая кульминация человеческой истории, после которой будет вот это воскресение и вот этот всеобщий суд. И поэтому средневековье воспринимает человеческую жизнь всегда в таком ракурсе. Как пример можно привести даже наши средневековые тексты в Средневековой Руси. Филологи обратили внимание, когда описывают человека, практически нет эпитетов, которые описывают внешность. То есть для Средневековой, а что, в основном, какими словами описывает жизнь человека? Действия. Что он делает? То есть для Средневековой важно, что делает человек. Как он живет, что он делает. Внешность для него не так важна. Почему? Потому что вот это чувство, что это все временно. Как вот было описание, ты здесь как в гостинице, да, ты здесь живешь, потом тебе предъявят за все счет, как ты здесь прожил, какие результаты ты получил в результате жизни. Средневековье, оно вот воспринимает. Поэтому вот вспомните даже, ну как пример такой, да, с фольклора, когда вот даже наши сказки, да, вот они же Средневековья, да, когда человек там идет, например, вот у него цель там возлюбленную, да, спасти. И попадает в какой-то трактир. И вот он там зашел на пять минут, а выяснилось, что он там 20 лет потерял. Это вот характерная числа Средневековья, что человек может в этих развлечениях, развлечениях совершенно забыться и потерять путеводную нить своей жизни. Вообще, зачем он здесь живет? И то подлинное благо, которое у него там, да, его, ради которого он должен стараться жить, да, он может просто этот ориентир утратить. Вот это характерная числа Средневековья. В этом смысле Средневековья там у нас, Средневековья, которое было после античности, они имеют вот эти общие черты. Теперь мы перейдем к периодизации, когда как бы общую картину мы расписали, периодизацию Средневековой философии. Первый период — это второй век, ну, второй-третий век. Это период апологеты. Период апологетов. Апология — это защита. Вот у Платона есть такой трактат апологии. Апологеты — это были уже носители Средневековья мировоззрения, которые выступали защитой своей веры перед лесом римской власти и античной философии, и античного образованного общества. Самые известные — это Иустин, философ, или его еще мученик Иустин. Его казнили из апологетов. Ну, были еще Татьян, Тертулиан — это римский уже апологет. Сюда же можно к этому периоду отнести, вот был такой, мы о нем скажем, он нам понадобится, Климент Александрийский. Автор ранний, но который вот для нашей темы, он философии средневековой, он нам понадобится. Это как раз второй-третий века. Дальше, где-то вот, можно сказать, с третьего по восьмой века, это период патристики. Патристика или патристическая философия, ну мы напишем просто патристика. Патристика буквально как философия отцов, отцов церкви. Будем говорить, что это такое, что вкладывалось в этот термин, кого считают, у кого был такой статус. Ну, нередко вот так называют вообще, как бы, средневековую философию. Патристика. Затем, ну, ее разделяют, если девятый век, десятый, здесь каких-то крупных, вот, ну, были, конечно, но как бы в курсе, мы, да, и различают тут греческую патристику, и греческая патристика, и латинская. Мы поговорим, да, кто основные представители то и другое, это уже, наверное, на следующем... А, нет, у нас еще будет время, может быть, мы к ним в начале периодизации. Вот, да, в это же время, вот где-то, мы скажем так, 10-й, 9-й, 10-й век, даже, может быть, 12-й, вот так. Или я вам сразу, чтобы не уделять, 9-й, 10-й, 13-й век. Здесь просто как ситуация сложилась. Во-первых, в этот период появляется, например, арабская средневековая философия у арабов. Она тоже средневековая. У нее тоже специфические есть черты арабской философии. В Западной Европе появляется схоластика. Это можно записать Западная Европа как разновидность средневековой философии. В Византии появляется такое направление, как исихазм. Это еще одна разновидность средневековой философии, кстати, которая повлияла и на русскую культуру, древнерусскую культуру. Исихазм. Вот, как бы вот здесь, уже начиная с этого периода, здесь мы можем видеть разные типы средневековой философии. Ну, схоластика, на самом деле, можно было и в XIV веке она была. Там вот уже с XV, там другая, другой период начинается, уже не средневековье. Вот, но мы написали XIII. В принципе, расцвет схоластики – это именно XIII век. Теперь мы с вами можем в оставшееся время поговорить о, как бы немножко конкретнее, об этих периодах. Я вот здесь, наверное, теперь сотру. Вот один самый крупный из представителей вот периода апологетов – это вот этот Иустин-философ. Что было, как бы вот в чём заключалось его учение? Оно было изложено. Да, сам Иустин, он поначалу был, с точки зрения, как истинников, он был язычник. Он в юности интересовался философией, и больше всего ему понравился платонизм. Он, собственно, учился у платоников. Вот, но вот несколько встреч с одним человеком, они изменили его мировоззрение, и он стал уже христианином. Вот, но оставил при этом, да. Вот у философов в эпоху поздней античности Римской империи был особый статус. А, я не увидел, простите, тут вопрос. Эпиктета рассматривает случаи, когда гнев уместен. Ну вот у эпиктета, сейчас мне даже сложно сказать, может быть, если поискать, может быть, что такое у него есть. Но вот в этом была особенность стойков. Да, может быть, хорошо, вы задали этот вопрос. Стойки, они вообще рассматривали гнев как аффект. То есть они считали, если больше склонялись к тому, что гнев вообще никогда не уместен нигде. Вот, кстати, в этом смысле, например, средневековая этика, она немножко другая. Вот хорошо, что вы этот вопрос задали, я забыл, может, эту тему осветить. По поводу вот аффектов с точки зрения антропологии средневековой. Средневековая рассматривает аффекты как силы, которыми мы злоупотребляем, поскольку мы вот находимся в падшем состоянии, отпадшем от Бога. То есть с точки зрения, например, средневековая, того же Иоанна Златоуста, да, гнев, он может приносить пользу. Когда он приносит пользу? Когда эта сила помогает нам избавиться от уныния, когда мы гневаемся на себя, когда она нас понуждает каким-то действием, чтобы мы не расслаблялись, не ленились. Но когда мы им злоупотребляем? Когда мы направляем гнев на другого человека? Вот мы им пользуемся неправильно. И вот это у нас гнев, тогда он приносит вред. И Иоанн Златоуст пишет, что говорит, посмотрите, как бы на старт человека в состоянии гнева, он похож просто на больного. Он жалеет всегда о том, как он себя вел после состояния гнева. Это говорит о том, что вот его... То есть в этом смысле, кстати, и средневековая антропология, она считала, что человек должен управлять разумом, разумно управлять своими действиями. Но вот отличие было в том, что Стремникови все-таки считает, что то, что есть в природе человека, это полезные силы. Они просто после отпадения от Бога имеют искаженное состояние. Например, стремление... Помните, мы сейчас, когда говорили Пектета, что он критикует? Тщеславие. Есть такое понятие тщеславие. То есть желание славы такой пустой. Просто, что тебя восхваляли, там, так сказать, ты был известен, как бы, а польза какая от этого? Смысл какой-то? Просто удовольствие человек получает. Так вот, Семенникови говорит, откуда это желание? Это на самом деле стремление к совершенству есть в человеке. Но просто он неправильно здесь ошибается в чем? Он ищет славы у людей, такой, как бы, ему слава нужна, а нужно и искать совершенство вот в этой вечной жизни. Но сама сила, которая у человека есть, она, в принципе, хорошая. Потому что все, что Бог создал, это добро зело. Проблема именно, что человек неправильно этим пользуется. То, что в него вложено, он этим пользуется неправильно. Он это все искажает. Но он может этим пользоваться и правильно. Вот, кстати, в этом смысле Семенникови отличалась, например, тот же Августин, раз уж вы задали вопрос, мы будем говорить как раз, это латинская патристика. Он и пишет, в чем ошибка стойка с его точки зрения. Стойки не учли роль чувств и эмоций, которые могут быть полезны. У стойков получается разум, а эмоции – это всегда плохо. Но Августин приводит пример любви. Когда человек, например, боится из-за того, что он любит другого человека, он переживает за него, разве это плохо? Это, наоборот, признак совершенства. С точки зрения, да, христианниковой этики, любовь – это одно из главных качеств именно божества. И поэтому человек, который… Любовь имеет цель не просто, а любовь, когда желание блага и даже до самопожертвования, когда человек готов с собой пожертвовать ради других, это признак совершенства. И Бог так поступил. И в этом смысле, вот Августин критикует стойку, он говорит, что они не учли, что вот эта эмоциональная сфера, она не только отрицательна, она может быть и положительна. Поэтому в этом смысле вот гнев может быть и уместным, да. Да, ну вот это вот в конкретном случае, видите, у нас в рамках лекции, конечно, хорошие, интересные вопросы, да. На них есть ответы, просто нет времени. Вот эта проблематика, между прочим, а вот обратите внимание, для средневековья очень важно становится вот эта тема человека. Почему? Потому что, изучая природу, человек как бы не разберется в себе. Природа ниже человека. И поэтому тема внутренней жизни человека в средневековье становится одной из важных. Не случайно потом даже психологи 20 века, они будут говорить, что вот аскетические сочинения средневековых авторов, это просто как жемчужины психологии. Потому что там настолько внутренний мир человека анализируется, вот эти вопросы в том числе, да, а вот как быть в конкретной ситуации, да. И вот там расписаны, уже из опыта, эти люди как бы сами проходили вот этот опыт борьбы с какими-то своими отклонениями внутри, да. И они могли посоветовать другим. Но у нас в рамках, как бы, лекции, я, к сожалению, вот, иначе мы не успеем весь материал пройти, который по программе мы должны так или иначе пройти. Да, так вот, Иустин Философ, его позиция. Он пишет две апологии. И он, обращаясь, когда апологеты стали обращаться к античному образованному обществу, они разговаривали с ним на языке философии. И вот здесь было одно понятие, которое было общим и для Средневековой, и для античности. Это понятие истины. Как для платоновской философии человек должен искать истину, стремиться к истине и любить истину, так и для Средневековой, потому что для Средневековой Бог — это истина. Он норма для всего. В нем истина всего. И вот Иустин, он и апеллирует к этому идеалу платоническому философии, который ему лично был знаком, обращаясь к правителям, к императорам римским. Он отмечает, что каждый человек носит в себе семена божественного логоса, логоса с большой буквы. И философия не способна людям от Бога. То есть с точки зрения Иустина сама философия, как стремление к истине, к правильной добродетельной жизни, это то, что дано Богом человеку. Но Иустин отмечает, что в античности философия стала многоголовой. Что имеется в виду? Одна школа говорит так, другая школа говорит так, третья школа говорит так. И в результате получилось, что вот эта единая, полезная, истинная философия, она как бы распалась на много голов. что с точки зрения Иустина это неправильно. И Иустин, он указывает, что те представители языческого еще, античного мира, которые учили о добродетели, об истине, они опирались на вот эти семена. Вместе с тем, они также подвергались гонениям. Те люди, которые старались жить согласно с логосом, с большой буквы, еще в античности, они подвергались гонениям. Откуда же эти гонения были? И вот Иустин здесь указывает на причину, о ней тоже не сказали, вот о ней тоже нужно сказать. Иустин подчеркивает, что жизнь христиан земная, это и вообще верующих в Бога, исследующих логосу, это война. Почему война? А потому что среди ангельского мира еще до появления людей произошло разделение. Есть падшие ангелы, которые еще до людей отпали от Бога, и они стараются, чтобы и остальные люди пошли по их пути. И вот они всячески стараются через мысли, воображение понуждать людей следовать их желаниям, их целям. И люди, которые стараются обратиться к логосу и жить в соответствии с его правилами, они рано или поздно сталкиваются с войной. с борьбой вот этих падших ангелов, которая понуждает и других людей, им подвластных, подбирать гонениям тех, кто следует логосу. И апологеты, в том числе и устин, они подчеркивали, что вот это стремление к добродетели истины, которое было в античности, оно полное удовлетворение как раз может получить только в христианстве, поскольку здесь человек может стать учеником самого логоса воплощенного. Апологеты специально критиковали языческий политеизм. В каком смысле? Ну вот как впоследствии один из средневековых авторов, Афанасий Александрийский сказал, что многовластие это безвластие. Точно так же многобожие это безбожие. Если богов много, тогда собственно бог не может быть богом. Потому что тогда будет никакого порядка, никакого устроения. И апологеты указывали на безнравственное поведение античных божеств, которое было воспето поэтами в античной мифологии, указывали, что античные боги соответствуют тому, каким должен быть бог. Климент Александрийский, о котором сегодня упоминалось, он так же подчеркивал, что философия некоторые апологеты считали, что философия это изобретение дьявола. Вот Климент Александрийский, он с этим был не согласен, он писал, что зло не может произвести добра, и тьма не может дать света. Точно так философия не может приносить зло, потому что она дает добро. И он согласен с Иустином, что философия была дана людям как некий путеводитель к Богу, как то средство с помощью которой она еще не дает самого божественного откровения, но она может человека приблизить к его пониманию. В этом смысле она приносила пользу. Правда, Климент он отмечает, что философию нужно дифференцировать. Такая философия, эпикурейцев, конечно же, она не может называться настоящей философией. Вот он приводит пример. То есть он не вся квантичную философию считает полезной. То есть здесь мы с вами затрагиваем тему, а как средниковая философия значилась контичной философией. Ну вот если Тертулиан, например, ну некоторые даже более, там, Татьяна не считали ее злом, то Иустин философ, Климент Александрийский относились к контичной философии избирательно, но считали, что в целом она имела положительное значение в истории человечества приносило определенную пользу. Следующий период, период патристики, в основном, конечно, греческая патристика, не больше, наиболее известные ее представители это Василий Неокисарийский, это четвертый век, Григорий Назианзин Иоанн Хризостом, ну Хризостом это у нас перевели его как, я так и напишу, Златоуск. Это четвертый век. Латинская патристика. Вот, очень вам благодарен. Все, на этом остановимся. вот, спасибо.